Не могу упустить эту тему без внимания. Сейчас победила, мне понравилось это выступление, очень оригинальное выступление Нета Той на Евровидении. Конечно, понятно, что у нас не было вообще каких-либо шансов Юлию Самойлову. Никаким образом не могла победить на этом телешоу, ну, так сказать, да, телешоу Еврошоу. Ну, даже у Алексеева, который выступал в Беларуси и не сумел пробиться в финал, что вот это мне действительно огорчило, потому что мне нравится этот певец. Но еще что хочу сказать, что про Юлию Самойлову. Почему на телеканалах никто не освещает новость о том, что как она стала вообще инвалидом, что ей сделали неправильную прививку, причем это было сделано не где-то там за рубежом, который у нас любят все время по телевизору, особенно по первым каналам, и по второму, и вообще по Russia Today, что у нас страна во всех наших бедах и проблемах виновата там, все, всех кроме нас. и вот при этом делать ставку на Юлию Самойлову, которая... Чем они вообще думают? Она не тянула, она даже иногда не пела, там даже не показано. Можете зайти на YouTube, да, могу ссылку даже оставить в описании, и посмотреть, там видно прям на ролике, что она не тянет эту песню. У нас есть очень много достойных исполнителей, профессионалов, которые не учились петь песню за один-два года. Не понимаю, смысл вообще было отправлять этого человека, при том, что она вообще даже финал не прошла. То есть вообще, наверное, за последние 10 лет не было такого, чтобы в России не прошла финал. Это говорит о многом, о некачественном, некачественной подготовке абсолютно всех структур, которые отвечают за конкурс Евровидения со стороны Российской Федерации. Но мне понравилось и выступление Австрии, также мне понравилось выступление Кипра. Я бы отдал первое место все-таки Кипру, там более зажигательная песня, чем у Неты. Но мне интересно, Ильяна Чурикова и второй ведущий, не помню, как его зовут, когда они комментировали шоу, трансляцию, они своей речи сказали, что букмекеры сказали, что типа Нета выиграет, и она будет победителем. Когда там создавалась интрига, даже в самом конце, если вы помните, там осталось Кипр и Израиль, и кто же из них победит. И вот здесь был вопрос, откуда у этих людей как бы информация, букмекерская информация, и причем получилось, что это действительно оказалось правдой. Не стоит ли в следующий раз, когда будет проходить это шоу, просто прислушаться и сделать ставку на победителя? Возможно, вы сможете выиграть довольно-таки приличную сумму. А может и нет, кто знает. Но можно попробовать. Поэтому если вы будете в следующем году следить так же, как и я, за этим восхитительным шоу, которое, наверное, в этом году заставило именно внимательнее следить, потому что было действительно интересно. Поэтому я думаю, что в следующем году я обязательно попробую каким-то образом сделать ставку. И, может быть, мне повезет. Ну, у меня на этом все. Если вам понравилось это видео, ставь лайк. Также не забудь подписаться на канал, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, у меня на этом все. Всем удачи, пока!